здравствуйте автолюбители приветствую вас на канале автодром сегодня в выпуске топ 10 редких автомобилей марки москвич в 1946 году на основе opel cadet был разработан и запущен в серийное производство 1 автомобиль марки москвич однако не всех последовавших за ним братьев по конвейеру ждал такой же успех год спустя в сорок седьмом году появилась полезная в хозяйстве модель москвича пикапа по задумке разработчиков это модификация ходового москвича 400 пригодилась бы советским гражданам для транспортировки урожая мебели и прочих габаритных грузов в пятидесятом году с конвейера сошел первый москвич салют отличавшийся симпатичным игрушечным дизайном в пятьдесят седьмом году до ссср дошла американо-европейская мода на микроавтобусы через год был создан первый и последний экземпляры экспериментального микроавтобуса москвич а9 рассчитанный на 8 пассажиров примерно в то же время проходил испытание еще один внесерийный москвич оснащенной установкой для запуска воздушно-реактивных авиадвигателей москвич 407 g2 был создан не для городских дорог а для покорения гоночных трасс с 1956 года пара автомобилей этой модели пустились покорять трассы союза но в пятьдесят девятом году были без видимых причин преданы забвению место тяжеловеса в семье москвичей пророчили джипу с серийным номером 415 дробь 416 на разработку модели ушло без малого три года 1957 1960 но москвич 415 дробь 416 так и не был допущен до настоящих дорог однако в конце 70-х именно он послужил прототипом для вазовской нивы вторая модель москвича оставшиеся неудел в 57 и позже взятые на заметку конкурентами москвич 444 довелось быть выпущенным в количестве одного но не кануть в лету все наработки и чертежи были бережно сохранены и переданы заводу коммунар позднее переименованному взаз в 1964 году был разработан первый советский купе кабриолет москвич 408 турист прогулочная модель показалась руководству завода несовместимой с идеалами социализма в итоге было выпущено всего два опытных экземпляра и туристу отказали в серийном производстве в 1970 фастбэк москвич серии с 1 он же меридиан 1700 был признан прорывом отечественного автопрома но не одобрен к серийному производству дело ограничилось четырьмя опытными образцами благодарю за просмотр подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые выпуски